Братья и сестры, половина 11-го, мы должны будем отпустить воскресную школу, кроме одной маленькой группы, потому что учителя заболели. Остальные должны будут пойти, и мы должны в это время молиться уже. Время летит очень быстро. Я хочу сегодня вместе с вами затронуть и коснуться темы, которую Иисус Христос перед Своей смертью Сам лично с учениками затронул, где Он открылся в такой очень важной ипостаси Своей, в важном имени. И это очень важно. Я потом объясню, почему. Первое место мы прочитаем книга пророка Исаии, 24-я глава, 7-й стих. Из этой 24-й главы один стих мы прочитаем, 24-7. Плачет сок грозда, болит виноградная лоза, воздыхают все веселившиеся сердцем. Как вы думаете, братья и святые, это стих обнадеживающий или, ну, останавливающий? Стоит обратить внимание. Это 24-я глава, пророка Исаии, она вся наполнена описанием трагедии, в которую попал народ израильский. И первая строчка этого 24-й главы, вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную. И перечисляется, что Господь делает с этой землей. И 7-й стих. Плачет сок грозда, болит виноградная лоза, воздыхают все веселившиеся сердцем. Это и есть, друзья, следствием того, о чем мы слышали сегодня уже в проповеди, что мы должны обращать внимание на свои пути. Иисус Христос перед смертью, перед Голгофой, на вечере учеников, когда они были собраны, и для чего-то произнес такую фразу «Один из вас предаст меня». Он-то знал, это должно было произойти, но ему хотелось, чтобы каждый обратил внимание на свое сердце. И это так важно, друзья, сегодня, каждому обратить внимание на свое сердце. Люди хорошо разбираются в обстановке, люди хорошо могут судить печальное положение народа Божьего. И в Данииле написано, что Христос придет при полном низложении силы народа святых. То есть картина будет самая печальная, когда придет Господь. Почему я об этом говорю, братья и сестры? Потому что вчера вечером в Каменском мы были на собрании, и сестра одна задала вопрос, сестра, которая давно член церкви, она задала вопрос, расскажи, как будет при взятии церкви, что произойдет с предприятиями, которые остановятся, потому что там работали верующие люди. Что будет со всем тем, откуда взяты будут, замраны будут люди верующие. Ну вот нас сегодня много, у нас в Запорожье 18 церквей, и в каждой есть какое-то количество людей. Это жители этого города, где-то работают, что-то делают. Ну, если Господь возьмет Лосю Григорьевну нашу, она будет пол мыть, ну, тряпка останется на месте, ничего не остановится, другие думают, кто остался, да? Друзья дорогие, а вот если человек управляет автобусом, а вот если самолетом управляет, а вот если на предприятии. Интересный вопрос был, да, задан? Что произойдет? И мы вчера там рассматривали просто места Писания. Кто возьмется? Мы прочитали три послания церквам из книги Откровения. Трем церквам. Одна церковь, ангелу одной церкви сказано, я не буду сейчас на этом много останавливаться, сказано, что она пойдет в великую скорбь. Одной церкви сказано, как ты сохранил слово мое и слово терпения моего, я сохраню тебя от годины искушения, грядущей на всю вселенную. Это ангелу Филадельфийской церкви. И мы к печали обнаружили, что ангелу Лаодикийской церкви вообще не обещано даже великой скорби. Великая скорбь исправит оставшихся. Они все-таки предстанут и все-таки потом будут в белых одеждах. А Лаодикий даже не обещано великой скорби. Вы знаете, когда я для себя это открыл, мне стало печально, грустно. Просто сказано, извергну тебя из уст моих. И все. То есть с тобой будет то, что будет со всем остальным миром. И вот в этой ситуации, друзья, мы должны разобраться, какими мы должны быть. Потому что то, что мы слышали сегодня о важности проверять, чтобы не делать ничего дерзкую рукою распинавшие Иисуса Христа. Они, как вы думаете, они сознательно убивали Сына Божьего? Или они думали, что это самозванец? И они его должны распять. Я думаю, друзья дорогие, что в основном, основная масса, ну, как-то не допускаю мысли, что видели Бога, и Бога решили распять. Они думали, что это самозванец, потому что в их представлении Мессия должен был пройти совсем другим путем. Совсем не таким путем. Совсем не так он должен пройти. И поэтому там за этот грех неведения Иисус Христос молился, Луки 23 глава, 33 и 34 стихи говорят о том, как Христос посмотрел на этих распинающих, уверенных и очень уверенных в своей правоте людях. Написано, «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распили его и злодеев, одного по правую, а другу по левую сторону. И Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо они знают, что делают, и делили одежды, и выбросая жребие». Вот это все море людей, вот этот весь хор кричащих «Распни!» «Распни!» Они были в неведении. Друзья, друзья, и Христос о них молился. Есть такая большая опасность быть в неведении. Есть очень важно, друзья, очень важно, чтобы каждый из нас, бывая на собрании, не думал, вот, знаете, мне иногда говорят, мне иногда звонят, мне иногда приходят и говорят, вот смотри, хорошее было воскресенье проповедь, хорошо, что тот был, хорошо, что та была, это хорошо, что это для них. Друзья, дорогие, но Господь желает, чтобы это было для нас, чтобы каждый, каждый, как, знаете, ученикам сказал Христос, один из вас предаст меня. Но каждый сказал, не я ли Господи? Друзья, дорогие, почему это так важно? Потому что в послании к Риммерам, 14 глава, с 10 по 12 стих, сказано об индивидуальной ответственности. Индивидуальная ответственность. А ты, что осуждаешь брата твоего, или ты, что унижаешь брата твоего, все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано вживую, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Друзья, дорогие, мы вчера там в Каменском на вопрос сестры рассуждали, о том, что каждый индивидуально, каждый лично должен проверить следующее, о чем мы будем дальше читать с вами. Это наше отношение к виноградной лозе, которой является Иисус Христос. И знаете, после собрания подошла сестра, грустная, печальная. Она думала, что вся церковь вот так взялась, и вся церковь опустил город. Все верующие взялись. Но каждый индивидуально. У каждого сердца видит Господь. Каждый будет лично. Знаете, когда люди ожидают, допустим, все купили лотерею, ожидают тиража, пришел тираж, то каждый не переживает, выиграет тот или не выиграет. Каждый переживает, выиграл я или нет. На мой билет купленный, будет ли что-то, или я выброшу его. Друзья, дорогие, есть вещи, без которых мы обойдемся. Я, когда несколько раз стоял в посольство США, в Киеве, чтобы взять визу на посещение, то, вы знаете, мне кажется, мало кто переживал за других. Каждый думал, дадут ли мне, получу ли я, или пропадут мои деньги, которые я оплатил, чтобы сюда прийти, стать. Но самое важное, впереди нас в вечность. Друзья, как бы ни думал, богач, который оказался в аду, его интересовал вопрос, ибо я страшно мучаюсь в пламени всем. Поэтому вопрос истины должен интересовать каждого в отдельности. Каждый для себя. И если бы мы будем для себя сегодня слышать, для себя сегодня принимать, если бы мы будем за себя сегодня молиться, друзья, бог благословит нас. Бог нас благословит. И тогда мы будем иметь церковь из живых, подготовленных. И, может быть, действительно, пустеют скамейки не от того, что мы не ходим в собрания всегда, а от того, что церковь возьмет Господь на небеса. И это будет очень скоро, друзья. Это будет очень скоро, потому что мир очень быстро, стремительно делает все то, о чем написано в Откровении. Все настолько готово к последним событиям, что нам даже, знаете, читайте Откровение, присматривайтесь к жизни. Очень скоро придет Господь. Очень скоро. И поэтому сегодня я хочу, может быть, мы начнем, может быть, в другой раз потом продолжим. Или, может быть, вы будете дальше размышлять сами. Мы прочитали о том, что пророк от Господа передал, что плачет сок грозди, о том, что стинает, стинает лоза. Мы прочитаем с вами Евангелие Теана, 15 глава, с 1 по 8 стих, включительно. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь, всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы боли я принесла плода». Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь, не может проносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы в ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот проносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего, кто не пребудет во мне, не звергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам, тем прославится Отец мой, если вы пронесете много плода, и будете моими учениками. Интересно заканчивается вот этот отрывочек восьми стихов. Заканчивается великим обетованием, что если, седьмой стих, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Сильное обетование, братья и сестры. Обетование неограниченных возможностей народа Божьего, который пребывает во Христе, неограниченных возможностей ответов на молитвы, неограниченных возможностей влиять на обстоятельства, влиять на души окружающие, влиять на мир духовный, влиять на мир материальный. Апостол Павел был на корабле, который должен был утонуть. У него была вера сильная. Ему Господь сказал, что ни один не утонет. И он сказал, успокойтесь, покушайте, корабль разломается, будут щепки одни от корабля, но ни один из вас не погибнет. Ибо будет так, как мне сказано. Будет так, как Господь сказал. Он имел личное общение со Христом. Он имел очень близкие отношения. Друзья дорогие, сегодня самое важное и самое главное для нас это быть соединенным с этой лозою, иметь самые близкие отношения с Иисусом Христом. И тогда все остальное будет ясно, понятно. И тогда наши действия будут правыми. Тогда наши слова будут ответственными. И тогда самое главное все, чего пожелаете, просите, и будет вам. Если мы не пребываем в нем, если мы не с ним, то наши просьбы, друзья, какие бы мы ни подавали, они пустые. Перед собранием я получил 10 смс-ок подряд от одной нашей сестры. Я думаю, она просто не умеет пользоваться, пыталась что-то нажимать. И я получил 10 подряд. Я через время брал, брал телефон, приходит смс-ка, смотрю, а читать нечего. Они совершенно пустые. Ни в одной смс-ке, ни одного слова. Они все были пустыми. И поэтому я не мог не ответить, я не мог что-то дать или взять, или встретиться. Я совершенно потому, что они были пустыми. В них ничего, никакой информации не было. Знаете, бывает так, да? Не успел что-то написать, отправил случайно, а то 10 подряд через промжуток времени. И гадай, Георгий Алексеевич, что хочешь, думай, что хочешь. Друзья дорогие, если Иисус Христос, собравшись с учениками, имея вот эту встречу, он должен был исполнить до конца волю Отца Небесного. Он должен был до конца низко лечь на крест, ниже не ляжешь. И должен быть прибит ко кресту. Он должен перенести борьбу и всемании. Должен еще впереди был в молитве пот, как капли крови. Впереди его ожидала жесточайшая борьба и величайшая победа на кресте. И он давал наставления самые важные ученикам. И он говорит, я есть истинная виноградная лоза, а вы ветви. В 71-м, кажется, году мне пришлось быть в молитвенном доме, в старом молитвенном доме, я не знаю, какой там новый сейчас, в старом молитвенном доме в городе Керчь. Вы знаете, я забыл, я и был на Братском, я забыл, много я забыл, но я как-то не выходит из памяти тот виноградный куст, который я там увидел в Крыму, в Керчи. Я не знаю, где он сегодня, тот куст, я не знаю, что там может быть построено на лучшем месте молитвенный дом. Я потом не был там ни разу. Меня поразил во дворе весь двор молитвенного дома, я обратил внимание, весь двор молитвенного дома заслан, арка такая, на весь двор молитвенного дома виноградными ветками. Они тень создавали, там виноград висел. Я пришел, я удивился, как хорошо двор весь накрыт виноградными вот этими веточками, на которых плоды висели. Они были обработаны, обрезаны, ничего лишнего. Я стал смотреть, откуда же оно исходит. Я нашел, что в углу двора, там такая каменная почва, в самом-самом углу единственный куст виноградный, единственная лоза, которая была, ну, как дерево уже, она очень старая. Она была неприметной там в углу за скамейками, чем-то лопатами какими-то приставлена. И она оттуда выходила. Это огромный толстый такой ствол, от которого весь двор был накрыт потом. Для этого осталось в памяти этот необыкновенный куст винограда. И я, читая пятнадцатую главу, очень часто этот куст вспоминаю, потому что единственная виноградная лоза, Иисус Христос, единственный, который пришел в этот мир, единственный без греха, единственный, взявший на себя наши грехи, единственный, который взял всю вину нашу, все, все то, нам не нужно сегодня ни быка, ни козла, ни козу покупать. Нам не нужно, братья и сестры. Десятая глава, посланник евреям говорит, жертвы и все сужения, ты не восхотел, это Бог Отец. Предостаточно было. Археологи нашли с горы Сион в Кедрон целую трубу, провод, по которому кровь сбегала тысяч животных, приносимых в жертву. Крови было очень много, ее нужно было сливать. Мясо должно было быть совершенно без крови. Я читал одну отчет за одну археологическую экспедицию, где открыли этот трубопровод и не знали зачем, пока разобрались, что по нему сбегала кровь. Сколько крови, столько коз, сколько козлов, столько быков, столько всего было пронесено, и все это было только напоминанием. Друзья дорогие, если мы сегодня получим напоминание только о том, что мы грешники и уйдем с напоминанием, мы уйдем несчастными. Друзья дорогие, знаете, если бы больницы, хорошие, настоящие, госпитали, давали только диагноз болезней, но не предлагали никакого лечения, то зачем было и ходить? Зачем эти диагнозы тогда? Но каждый из нас надеется на исцеление. Каждый надеется, что потом что-то сделают. И Иисус Христос прошел настоящее исцеление, настоящее освобождение от этой всякой вины. Но нужно только веровать и верой быть привитым к этой виноградной лозе. Друзья дорогие, можно, знаете, я помню советское время, когда елочки, даже не дорогие, а про наши зарплаты были недоступны, и мы хотели детям что-то сделать, какой-то праздник, украшение. Мы покупали самую худенькую, самую тощенькую, а потом махапку в веток давали, и мы эти веточки гвоздями пробивали. И они в первую очередь засыхали, потому что поставь ведро с песком, налей воды, там, где соединяется стволом, оно будет влагу получать, оно долго будет зеленым. А где не соединено, где гвоздиками прибито, оно засохнет. Оно в определенных обстоятельствах осыпется, и оно только в огонь годится, никуда не годится. Иисус Христос говорил ученикам своим, «Я есть истинная виноградная лоза». Поэтому, друзья, нигде больше мы не получим никакого удовлетворения своим духовным запросам, никакого ответа на наши нужды. Есть истинная виноградная лоза. А отец мой – виноградарь. Виноградарь – это хозяин. Виноградарь занимается лозою. Друзья дорогие, виноградарь, он работает над каждой веточкой. Виноградарь. Я в детстве бегал к брату одному нашему регенту Каминской церкви. У него был виноградник, и я наблюдал, как он общипывает, как он удаляет что-то. Все лето он где-то что-то удаляет, а потом осенью нагощал виноградом. Но он все лето что-то удалял, что-то укорачивал, что-то отрезал, что-то направлял куда-то. Он работал, он виноградарь, он был хозяин этого виноградника. И потом получал. Друзья дорогие, но виноградник обыкновенный, он подчинен хозяину. Но мы, виноградник, мы очень упорные, мы очень безответственны бываем о своей вечности, где мы будем вечность проводить. И виноградарю приходится нас общипывать, нас, знаете, останавливать, где-то нас что-то убирать, что-то добавлять, где-то куда-то направлять нас. И он работает. И наше собрание, это одно из Божьих средств направлять нас. Это одно из Божьих средств регулировать, чтобы мы проносили плод. Почему? Всякую у меня ветвь, не проносящую плода, он отсекает. Вет, над которой он работал, трудился, заботился, светил солнышком, а она плода не проносит, он просто отсекает. Друзья, и очень многие обнаружат себя в состоянии ладикистской церкви, когда, говорит, я выплюну, в украинском переводе, я выплюну тебя из уст моих. В русском, я извергну тебя, ты тепл, ты ни холоден, ни горяч, ты ни туди, ни сюди. В определенных обстоятельствах ты никуда не годишься, ты абсолютно не годишься, я тебя извергну. Вет, не проносящий плод, он отсекает, она засыхает, и засохшие ветры бросают в огонь, и огонь истребляет. Но если бы истребление было вечно навсегда, один раз, но Христос говорил, огонь их не угасает, червь в аду не умирает, огонь не угасает, и будут мучиться во веки веков. Вот поэтому, друзья, настолько сегодня важно нам лично, лично разобраться, каждому иметь свой ответ. Может быть, каждому нужно лично сегодня покаяться, может, многим нужно сегодня лично просить у Господа прощения, не отправлять ему стандартные, пустые смс-ки, молитвы, которые ни о чем не говорят. мы позаучивали молитвы, мы часто молимся молитвами привычными, обыкновенными. Друзья дорогие, когда я был маленьким, каждый вечер отец молился с нами молитвой отче наш, и когда я уверовал, когда я действительно принял Иисуса Христа, я себя ловил на том, что очень часто я эту молитву повторял за отцом, механически. Я не вкладывал сердце в каждое слово, я не вкладывал туда души своей. Я должен был лично, потом осмысленно молиться. Я сегодня иногда наедине молюсь этой прекрасной молитвой, но я стараюсь в каждое слово вложить смысл, осознать, осознать, настолько это важно. Каждое слово этой Божьей молитвы, которую дал Христос. Друзья дорогие, Христос говорит, что я истинно виноградная лоза, отец виноградарь. Посланник евреям 13.8 написано, Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Лоза не изменилась, веточки, перестали плодоносить. Вот поэтому Исаии пишет в этой трагической 24 главе, в этом печальном отчете, пишет, что плачет лоза, плачет сок, стинает лоза, друзья дорогие, потому что ветки не приносят плода. Виноградная лоза, виноградарь ожидает плода. Послание Римлянам 6.22 написано, Римлянам 6.22 написано, но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш, обратите внимание, друзья, не только мой, плод каждого, плод ваш есть что? Святость. Плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Плод ваш есть святость. Послание к евреям, 12 глава, 14 стих. Обратите внимание, 12.14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Друзья дорогие, старайтесь иметь мир со всеми. Это индивидуальное обращение к каждой веточке, старайтесь иметь мир со всеми и святость. Святость, друзья, это нечто особенное, это отделенность, это отделенность от греха, это отделенность от мира, это отделенность от эпохи, от века, от которого Христос избавил. Он пришел и избавил нас от настоящего века. Он век живет по-своему, мы по-другому, совершенно по-другому. Он избавил нас. Друзья дорогие, старайтесь иметь мир со всеми. То есть, контролируйте, есть ли плод, потому что, если у вас есть плод, вы не будете раздражаться. Галатам 5, 22, 23. Смотрите, вот плод, который Дух Святой желает произвести в нас, плод же Духа Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Вот плод грозда, который сегодня плачет. Друзья, вот то, что оскорбляет сегодня Святого Духа Божьего. Вы знаете вашу жизнь, вы знаете ваше сердце. Отец Небесный знает каждую веточку. Друзья, дорогие, нету времени нам расхолаживаться. Нужно спешить плод проносить, спешить проносить святость, спешить явить вот этот плод, плод Духа Святого. Для чего тогда мы есть, если в нас не может Господь производить плод Духа Святого? Если Дух Святой в нас ничего не может сделать. Такая веточка должна быть отрезана, засыхает и бросается в огонь. Иисус Христос говорит о том, что Отец прославится, если мы принесем плод. Если у нас был такой характер, а стал другой. Если мы были раздражительны, но мы перестали такими быть, люди видят милосердие. Если были жестокими, но стали милосердными. Если бы не имели долготерпения, а теперь мы долготерпеливы. Люди скажут, вот, вот это Христос делает. Никакой аутотренинг, никакая психиатрия, никто не может сделать таким. Христос делает человека новым творением. Друзья дорогие, тогда прославляется Христос. Тогда скажут, да, этот человек покаялся, теперь он совершенно новый. Теперь в нем новые чувства, в нем новый характер, в нем новые. Поэтому, друзья, сегодня нужно одно, согласиться, что я нуждаюсь в нем. Мы в следующий раз, дай Господь, продолжим тему о четырех способах общения, пребывания на лозе, и некоторые из них совсем неверные, но мы ими живем. Но мы продолжим в другой раз. Мы должны будем заканчивать сейчас. Друзья, я хотел бы, чтобы каждый из нас обратил внимание, что Христос – истинная виноградная лоза, а Отец – виноградарь, он работает. Разрешите работать виноградарю над своей лозою. Соглашайтесь, работа его над нами. Соглашайтесь, давайте соглашаться. И дальше мы читаем, всякую ветню, проносящую плода отсекает. Всякую проносящую плоду очищает, чтобы боли принесла плода. Он работает над нами, чтобы обнаружить, что мы пусты, и нам нужно наполниться. Чтобы обнаружить, где мы по отношению к Нему. Друзья, самый главный вопрос сегодня – где мы по отношению к Нему? Потому что у ангела ладикейской церкви была одна страшная действительность. Иисус Христос где стоял? Знаменитые слова. Написано много картин. «Се стою у двери и стучу, кто отворит, войду к Нему и буду вечерять с Ним». Братья и сёстры, это не к пьяницам, это не к блудникам мира, это не к тем, которые не знают пути спасения, это к церкви, ангелу ладикейской церкви. Это в церкви Христос стучит и просится. Поэтому мы заканчиваем, будем молиться сейчас. Я молю, чтобы Дух Святой сегодня каждому из нас, мне в первую очередь, и каждому из нас открыл, где Христос по отношению ко мне. Друзья дорогие, если я буду знать, где Христос по отношению к каждому из вас, но я не буду знать, где Он по отношению ко мне, я буду самый несчастный человек. Разрешите Господу сегодня ответить. Прислушайтесь, может быть, Он стучит в ваше сердце. Мы будем молиться, мы встанем для молитвы. И кто сегодня желает покаяться, может быть, первый раз и присоединиться к этой лозе. У вас есть возможность выйти вперед. У вас нет времени. Скоро Господь заберет церковь свою. Потом придет судить мир. У вас просто нет времени откладывать на будущее. Вы должны сегодня покаяться. Вы должны сегодня обратиться к Господу. Сегодня просить прощения, чтобы стать Его детем. Друзья дорогие, если Господь сегодня показывает нашу бесплодность, если мы не знаем, что такое Христос в нас, нам сегодня нужно просить не пустую смс-ку отправить на небо, а сказать, Господи, открой, очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Открой. Мы будем молиться. Если есть желающие покаяться, молитесь первыми. Можете выйти вперед, мы помолимся с вами. В крайнем случае, на вашем месте. Молитесь. Скажите Господу, что вы хотите быть Его. Есть желающие сегодня обратиться к Господу? Отец Небесный, Господь наш, мы благодарим Тебя за Евангелие, за Слово Божие, которое есть у нас. Мы благодарим Тебя сегодня за Духа Святого, Который единственный, скажет правду каждому сердце в нем лично. Мы благодарим Тебя за то, что очи Твои обозревают всю землю, что я поддерживаю тех, чьи сердце вполне продано Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня Ты близок к каждому из нас. Помоги каждому сегодня определиться, на лозе мы или возле лозы. Течет ли сок лозы через наше сердце, чтобы мы плод приносили или еще не течет, еще нужно нам, еще нужно разрешить Тебе это сделать, еще нужно понять, принять и начать жить по-другому, начать думать по-другому, желать по-другому, молиться по-другому. Отец Небесный, мы сегодня просим Тебя, сделай нас пригодными к моменту взятия церкви. Каждого из нас, пусть каждый из нас унесет сегодня вопрос, желание закрыться дома, закрыть дверью, открыть Тебе сердце свое и просить, навести в нем порядок, просить плодоносной жизни, просить у Тебя жизни, в которой изменяется характер, жизни, в которой меняется наше отношение к людям, к миру, к церкви, к Богу, к Писанию, к молитве. Господь наш, мы верим, что Ты скоро придешь. Дай быть готовыми и прославить Тебя в это время, не бесславить Тебя падениями, отступлениями, грехами, а прославить Тебя, Отца, Сына, Духа Святого. Господь наш, благослови детей, и когда пойдут в воскресную школу, дай учителям мудрости приблизить их к Тебе. Дай, Господи, желание принять Тебя, чтобы детки наши были рано привиты к Тебе. Ты знаешь, как благословить, ты знаешь, Господи, как вести, как научить их любить Господа, церковь, молитву, слово. Благослови их, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Продолжение следует...